Дорогие братья и сестры, мы с вами сейчас слышали Евангелие, в котором повествуется о том, как Господь, заходя в некую весть, встретил десять прокаженных, точнее, они его встретили издалека, кричали «Иисусе наставниче помимо нас!» И Господь тогда сказал им, «Пойдите, покажитесь священнику». И когда они шли, то исцелели от проказа. И один из них, славя Бога, пришел и пал вниз перед Господом, прославил Бога и поблагодарил Господа за исцеление. И тогда Господь ему сказал, не десять ли очистились, а где же девять еще? И вот, это Евангелие, да, и тот, кто пришел, да, единственный, один единственный человек, который пришел, он оказался иноплеменником. То есть, никто не пришел, говорит, Господь, воздать славу Богу, тохма иноплеменник сей. И Евангелие, казалось бы, оно простое. Казалось бы, понятна его тема, тема благодарения, благодарности, что один только оказался из них благодарным, а девять не сочли за обязанность свою прийти и возблагодарить Бога. Но это не только Евангелие о благодарности. Есть здесь такой глубокий смысл, который улавливается не сразу, да и, может быть, и нет возможности его понять, потому что мы не знаем с вами, как это сейчас называется, культурно-исторического фона. То есть, события происходили две тысячи лет назад, и многие вещи для нас сейчас, они просто непонятны. Вот это число десять, десять прокаженных, оно не случайно. Десять человек, десять евреев в то время считалось это таким достаточным числом, то есть, если даже будет девять человек, то невозможно будет совершать то, что мы сейчас называем литургией, то есть, общественным служением. Только десять. Это число называется у евреев миньян. Миньян переводится как счет. Так вот, если не хватает одного человека, как говорит Талмуд, если вы сейчас почитаете, его откроете, там об этом написано, то можно заменить этого недостающего человека мальчиком до тринадцати лет. До тринадцати лет считалось, что он еще не член общин, что он еще не несет закон на себе, время закона. Так вот, можно мальчиком заменить до тринадцати лет, но с одним условием, что в руках он будет свиток Торы, то есть писание, закон. И вот это самое писание, оно считалось десятым человеком. Тогда раввин мог совершать, значит, какое-то богослужение общественное имя, призывать от имени общины, взывать Богу молиться. Так вот, удивительно, что десять прокаженных встретили. Прокаженные, конечно, по-хорошему, это люди, которые абсолютно выдворены из общества до того, пока они очистятся, потому что проказа считалась не только просто телесная, кожная какая-то болезнь, но и наказанием Бога за грехи, духовной болезни, то есть проявлением неких духовных болезней, нераскаянности в грехах и так далее. И вот прокаженный не считался, ему нельзя было ни молиться, ни совершать какие-то общественные богослужения, ни приближаться к святыням, да и даже к простым людям. Поэтому они жили отдельно, они носили специальные одежды, по которым их отличали от других людей. Они должны были издалека кричать, что он не чист, туман еврейский нечистота, не чист. Колокольчики привязывали, чтобы, не дай Бог, ночью подошел прокаженный, случайно там к нему кто-то не прикоснулся, или он к чему-то не прикасался, не осквернил жилища или еще чего-то. То есть по большому счету эти люди, даже собравшись числом десять, они не могли совершать молитв. но они были евреи, они знали, что это такое. И они решили попросить, они услышали о Христе, что идет какой-то пророк, чудотворец, и что он, по крайней мере, может их как-то исцелить. И вот они, чтобы иметь возможность обратиться от имени, не лично, от своих, от имени общины, они должны были собраться в Миньян. Такие были обычные. И вот они нашли какого-то самарианина, да, можно подумать, что, может быть, самарианин обманул этих евреев, да, беспечных, простодушных, да, и вот втерся к ним в доверие, чтобы, так сказать, попросить Христа об исцелении. А самарианин – это человек, иноплеменник, по нашим временам, можно сказать, еретик, то есть человек, которого нельзя допускать в общение, а уж тем более в молитвенное общение. Вот. Для него, для самарианина, для него вот это число 10, для него этот Миньян, это был пустой звук. У них не было таких обычаев самарян. У них не было синагога. Они жили обособленно. У них был, как бы, у них было свое пятикнижие самарянское, которое отличалось от того, которое мы знаем с вами. И, конечно, для самарианина вообще не было задачи войти в число 10. Поэтому здесь видно, что эти евреи все-таки согласились его взять, самарианина, потому что, ну, не знаю, по каким соображениям. Может быть, по тем соображениям, что к заразе, к заразе не прилипает, как у нас говорят, народ. Что они и так уже прокаженные, что они и так уже нечистые. И какая разница, самарианины нечистые, они нечистые. Может быть, по другим каким-то соображениям. Но они решили взять его с собой. И все число это и общины. И обратились ко Господу, обратились к Иисусу, как к раввину. Это слышно даже в обращении, в наставниче. Наставник – это учитель, учитель на еврите – это раввин. Равин. И они обращаются к Нему, как к раввину, пытаясь получить, чтобы Он возглавил их общину, вознес о них молитвы от их лица. От лица не каждого отдельной личности, а вот этой общины, этого Кнесета, Кнесет – это собрание. Это, по сути дела, Кнесет – это синагога на еврите, а на греческом на колесе – это церковь. Тоже собрание переводится. То есть церковь – это не храм, в нашем понимании. Не здание, а это люди, которые собираются. Вот они и стали церковью, по сути дела, для того, чтобы просить Христа. И Он говорит, идите, покажите священню. Он поступает абсолютно по закону. Абсолютно по закону. Потому что, кроме священника, никто не имеет права объявить человека чистым, если он был в прокате, если он был в нечистоте. Только священник должен освидетельствовать. Это прописано в книге Левик. Только Он, через целый ряд процедур, которые надо совершить, Он объявляет там не сразу, а через какое-то время этого человека чистым, и он вводится снова в общественную жизнь, становится нормальным, как бы человеком. И вот, когда они пошли священнику, то они по дороге очистились. Они увидели, что они очистились. У них ничего нет больше, нет болезней, нет никаких пятен, никакой парши. Они очистились. Но вернулся только один. Вернулся как раз тот самый самарянин. Ему идти-то некуда было. Куда? Какому священнику? Он пошел за компанию, как говорят. А куда же бы он пришел к священнику, пришел бы самарянин на свидетельство? Ну, это было невозможно. И вообще, вся эта затея на тот момент вообще рассматривалась как святотаст. Они включили в общину самарянина. И вот самарянину идти было некуда. И он вернулся снова ко Христу. Славя Бога. А почему же те не вернулись? Вопрос. Они ведь тоже очистились. И вот здесь самый главный вопрос сегодняшнего Ивана. Самый главный вопрос заключается в том, что эти девять они подумали, что они исцелились именно потому, что они сделали все правильно. И поэтому они идут дальше делать все правильно. они собрали десять человек. Они обратились к раввину. Тот послал их священнику. Все абсолютно собрали. За исключением нюансов, которые они скрыли. Это на самом деле большие нюансы. Наверное, они себя убедили, что это небольшие. вот они приняли чудо исцеления как должное их. И они приняли чудо исцеления как результат и следствие того, что они поступили правильно и по закону. И поэтому их сердца не были тронуты тем чудом. Они пошли и дальше исполняют закон. Что там следующее? Следующий священник посмотрит на их, обследует всю кожу, одежду. Затем сожгут одежду. Затем их неделю будут держать в изоляции. Затем через миг, через окунание в воду они пройдут и выйдут и их объявят тогда только чистые. И они идут дальше совершать как и надо. А иноплеменник этот, этот самарянин, ему дальше некуда идти. Но это не потому, что ему идти некуда. Он об этом и не знал, что ему куда-то надо идти. Он не был обременен этим законом, а точнее законничеством. И поэтому когда он увидел, что он исцелился, он просто все его естество просияло, оно просияло в благодарности Богу. И он прибежал ко Христу, крича буквально там слово такое, крича прибежал от радости. И вот суть этой притчи заключается в том, что мы иногда, дорогие братья и сестры, мы тоже поступаем по закону. и мало того, мы еще на него и надеемся, на этот закон. Что я имею ввиду? Я имею ввиду то, что иногда мы надеемся на то, что вот мы пойдем исповедуемся, причастимся и получим исцеление. То есть мы не ко Христу идем, к источнику исцелению, а к его чему-то, что у него взять. И для этого нам нужно пройти ряд пунктов, чтобы подойти, правильно все сделать, получить, прочитать благодарственные молитвы. Даже благодарственные молитвы можно прочитать без благодарения изнутри, которое должно быть. Мы иногда надеемся на то, что закажем десять обеден в десяти храмах и все будет хорошо. Прочитаем сорок акафистов и все будет хорошо. И так далее. Или там из семи источников святой воды наберем. Смешаем и будет просто святость на святости и святость к святости. Благодать возблагодать. Но это так не работает, дорогие братья и сестры. Только верой можно, верностью, открытым сердцем прийти к Богу. И Господь именно на это обращает внимание. Где они, эти девушки? они потерялись в исполнении предписаний. Они потерялись в букве закона, законничества. Хотя получили такое же исцеление. Но этот самарянин исцелился не только телесно, но и духовно исцелился. Он возродился. Он благодатью исцелен, просвещен. Он стал другим человеком. А эти, получив телесное исцеление, так и остались под клятвой закона, законничества. И вот это, дорогие братья и сестры, для нас очень важно понимать. Чтобы мы не уповали на то, на что не надо уповать. Уповать надо на Господа. Уповать надо на Его милосердие, на Его любовь к нам. И тогда мы будем теми чадами света, которые из глубины души и сердца благодарят Господа за все его великие деяния и чудеса, за его любовь, которую он явил на кресте, за все, что Господь дает нам, не по нашим заслугам, не потому, что мы сделали правильно, потому, что Он нас любит и хочет, чтобы и мы любили Его. Аминь. Субтитры 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 Субтитры